На набережной города Кинишма. Шесть часов утра. Вот в этой гостинице мы живем, в том здании, которое еле видно. Пока нет дождя, решили прогуляться. Но дождя нет, зато есть снег. Пошел снег. 24 мая сегодня и шесть часов утра. Волга сегодня спокойная. Мирная пристань, ботель и ресторан. Мирная пристань. Мирная пристань. Мирная пристань. Мирная пристань. Какое-то интересное старинное здание красного кирпича. Сейчас табличку я вижу. Смотрите, какой забор. Прям фундаментальный очень. И на табличке написано, что здесь в 1917 году помещался Кинишемский совет рабочих депутатов. Такое вот красивое здание. Видно, что оно старинное. Ой, мы подходим с вами к драматическому театру имени Островского. Все здесь очень-очень близко. Мы вот опять-таки на набережной прогуливаемся. Сегодня уже под снегом. И вот здесь дошли к драматическому театру имени Островского. Перед театром здесь большая площадь. Здесь очень красивая аллея. Тополя, фонари, такие репертуар. Давайте я вам покажу репертуар поближе. Вдруг вы захотите приехать в Театр Островского. Такой вот репертуар уже на август. 15 августа здесь стартует 4-й международный фестиваль камерных театральных форум Островский фест. Торжественное открытие 15 августа в 19 часов. Здесь вот еще церковь. Мы вчера мимо нее проходили. Драматический театр имени Островского в Кенишме. Это бюст Островского у театра. Вот театр сразу в скверике. Памятник Александру Николаевичу Островскому в 2004 году установлен. Скульптор Иванов, архитектор Тихонов. Сквер разбит в память о кенишемцах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 65-ю годовщину Победы. Вечная слава героям. Вот этот вот сквер, который находится около Драматического театра Островского. Скульптор Иванов, архитектор А.Семкин Корректор А.Егорова. Памятник архитектуры начало 19 века, дом нотариуса Городецкого. Дошли до элеватора, здесь такая вот запруда от Волги, и уже много-много рыбаков. Около каждого, буквально через каждые 10 метров сидят рыбаки на мосту, вот еще тоже двое стоят, и еще подъезжают следующие. Вы когда-нибудь были так близко у элеватора? Я впервые. И это происходит здесь в Кенишме. Смотрите, какие красивые виды. Просто обалденные. Здесь памятник, вечная слава героям. Отечественной войны. Сумки предъявлять в раскрытом виде. Здание, а там здание налоговое. По такой дороге сейчас пошли. В этом здании с 1897 года по 1978 год размещался драматический театр имени Островского, открытый в память о нем любителями театрального искусства города. Представляете, вот такое вот было здание старого театра. Там, конечно, уже реставрировали его, точнее видоизменили под ссадинка или какие-то доски. А вот здесь вот осталась стена старого здания, старого театра. Очень интересно. И вот там верхушечка тоже из камня осталась. Видите, снег идет. 24 мая снег. Герои Советского Союза. Старинный дом. Это лицей Фурманова. Здесь в 1909-1912 годах учился писатель-большевик Фурманов. Памятник архитектуры начала 19 века, реальное училище имени Коновалова. Да, красивое здание. Зашли в очередной сквер. Напротив лице имени Фурманова. Памятник монументального искусства федерального значения. Бюст дважды Героя Советского Союза Василевского. Бронза, гранит. И вот такой вот сквер. Дорогие мои друзья, 24 мая пошел достаточно крупненький снежок. Утро в Кинишме встречаем снегом. Улица Островского. Смотрите, какой пошел снег. Но это все лучше, чем дождь. Потому что вчера вечером под дождем мы, конечно, промокли. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Подходим к музею военной техники под открытым небом Снег пошел, как зимой Мне думается, что даже зимой редко бывает такой красивый крупный снег, как сейчас В музей под открытым небом представлена военная техника Это Кинишемский парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы Встречает на входе монумент всем сражавшимся за Отечеством Фронтовой истребитель МиГ-21 Средний танк Т-55 Тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 122-миллиметровая гаубица М-30 образца 1938 года 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44 образца 1944 года Монумент труженикам тыла за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 152-миллиметровая пушка гаубица Д-20 образца 1947 года Парк Победы Здесь березки, дорожки выложены плиткой Детская площадка Беседки Красивый и уютный парк Много очень деревьев здесь Красиво, благоустроенно, ухоженно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огромные просто сосны гигантские здесь Рябина, береза, чего только нет Даже здесь запах леса Хотя мы находимся прямо в центре города Кишма Катание с горки запрещено По всей видимости здесь все равно катаются Ух, какой спуск До самой реки Очень классный парк По сравнению с нашим городом Чебоксары У нас, конечно, такого нет Чтобы было столько растительности У нас напротив Вырубка деревьев, даже те, которые были А здесь, конечно, следят За фондом лесным Деревья огромные Просто смотрите, какие гигантские сосны Птицы поют В общем, красота Вон там кормушка такая интересная Здесь асфальтированная площадка Может быть, мероприятия какие-то проводятся Все трибины Парк очень классно сделан Такая кормушка симпатичная Для белочек Значит, здесь и белки есть, скорее всего Очень симпатичная кормушка Ручной работы Потрясающий Хочется здесь снимать И снимать каждое дерево Вы смотрите, какие гигантские просто сосны Я даже ее не смогу обнять Потому что она гигантская Смотрите Вот Гигантская Я ее столько смогу на треть обнять Потрясающе Потрясающе Даже по сравнению с фонарным столбом Вот можно увидеть Такие гигантские сосны Удивительное место Да, парк шикарный Мне, конечно, вообще очень понравился Вот такие бы парки, конечно, в каждый город Здесь люди занимаются скандинавской ходьбой Но да, лучше места, наверное, не найти Здесь прекрасно Здесь также есть в этом парке лыжная трасса Сейчас был там указатель На спуск Там, видимо, где-то внутри парка Еще можно на лыжах кататься Зимой Вот здесь вот дорожка Закругляется Можно туда пройти пешком Но сейчас сыром Мы не пойдем Туда пойти Мы идем обратно По той стороне шли Сейчас возвращаемся здесь Здесь даже, смотрите, черника растет Можно приходить Черникой лакомиться Летом Около парка находится еще Стадион Такой достаточно большой Вот здесь вот мы мимо него проходим Субтитры сделал DimaTorzok Улица Ленина 12 Какие-то рыцари Двери такие интересные Наверняка старинные Наличники Вообще дом такой красивый Идем по улице Ленина Дом купца Миндовского Сейчас это Кинишинский медицинский колледж Так, идем по улице Ленина Бывшая Малая Покровская Очень много здесь купеческих домов Петром Циглером в 1828 году Основана первая Кинишми Вольная аптека В этом здании А там вот видите Вот вдалеке Вот мост Лениншинский Город Мостов Субтитры сделал DimaTorzok Кинишемский художе-исторический музей с 10 до 5. Работает старинная фотография в типическом провинциальном стиле. Площадь революции. Памятник архитектур начал 20 века, электротеатр Модерн. А сейчас кинотеатр Пассаж. О, там голубей сколько сидит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова